Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 23 февраля 2021 года. Мы снимаем выпуск нашего пятничного блога «Святая Земля сегодня». Возможно, вы уже слышали, а может быть, еще и не знаете о той страшной трагедии, которая произошла в Израиле примерно неделю назад. У нас практически больше нет Средиземного моря. Весь берег, начиная от Газы и до Наарии, загрязнен страшным количеством мазута, нефти, мусора. Мы отправляемся в Тель-Авив, к морю, для того, чтобы увидеть это все своими глазами. Ну, а для того, чтобы наш выпуск не был слишком мрачным и грустным, потому что мы все-таки, как всегда, надеемся на лучшее, мы добавляем в наш выпуск интереснейшую дорогу из Иерусалима в Тель-Авив. Мы поедем с вами на скоростном поезде. Сейчас мы стоим уже около вокзала, так что в нашем выпуске будет еще и большая польза. Вы сможете узнать, как добираться из Иерусалима в Тель-Авив с скоростным поездом, как он работает, как идет, как он выглядит. То есть вас ждут еще и приятные впечатления сегодня. Мы стоим около центральной автобусной станции Иерусалима. Конечно же, можно отправиться в Тель-Авив и автобусом, но мы предпочитаем поездом. Это гораздо быстрее, интереснее. Сегодня вот наша современная новая станция поезда, наш Иерусалимский вокзал. Мы переходим с вами дорогу. Вот здесь налево идет трамвай, это к старому городу. А мы поедем с вами вот как раз в ту сторону, на запад, к выезду из Иерусалима. Где был вокзал исторический, вы уже знаете. Мы вам показывали и в блоге, и онлайн-экскурсия моя есть на сайте ТОПОС, да, по историческому вокзалу. А вот вокзал наш современный. Теперь у нас не только вокзал современный, но и поезд современный. Он идет до Тель-Авива всего 21 минуту. И это чудо техники вы сегодня увидите. Мы спускаемся под землю, очень шумно у въезда в Иерусалим ведутся масса, тоже огромные стройки. Мы когда-нибудь о них тоже расскажем и покажем. Так, вот таким способом Рафаил спускается у нас с лестниц. Можете полюбоваться. Всегда развлекают этим наших детей. Вау, я так не умею. Ну вот, я буду показывать вам все максимально. И станцию, и все, что я смогу. Но сейчас вначале будет контроль безопасности. В Израиле вход везде, через рамку, как в аэропорту, ну и особенно, конечно, в такое место, как станция поезда. Вот уже впереди сидят, вы видите, охранники. Я не смогу там снимать. Станция поезда носит имя президента Израиля Ицхака Навона. Так и называется станция Иерусалим Ицхак Навон. Ну вот уже сидят охранницы. Это первый контроль. Сейчас я должна буду доключать камеру. У нас записывают, проверяют, сколько людей из-за ковида. Но вот за моей спиной контроль безопасности. Как вы видите, сумки пропускали через рентген. Мы зашли в станцию. Вот здесь эскалатор. Мы сейчас будем спускаться вниз. Современное такое оформление. В принципе, разные есть мнения иерусалимцев об этой станции. Кто-то говорит, что очень красиво и современно получилось. Особенно, смотрите, как здорово, добро пожаловать на разных языках. Но кто-то говорит, что слишком много эскалаторов и переходов. И не совсем доволен. Ну, как всегда, да? Кто-то доволен, кто-то нет. Прошу прощения, что чуть голос приглушен. Но здесь я обязана быть в маске. Вот тут такое современное искусство. А мы идем покупать билет. Билет мы покупаем точно так же по карточке Равкав. Если она у вас есть, то вам не нужно стоять в билетную кассу. И вы покупаете билет вот таким образом. Здесь можно перейти и на русский язык. Вот я покажу, секунду, Рафаэль. Я на другом автомате покажу. Видите, есть и английский, и русский, и арабский. То есть не только иврит. Дальше вы выбираете название станции. Ну, Рафаэл это делает на иврите, естественно, да. И дальше, собственно, все. Билет приобретен. Одна кнопочка. Билет на поезд готов. Сейчас я проделаю то же самое, и мы будем идти дальше. Ну вот, теперь мы отправляемся к турникетам. Здесь все очень просто. Мы вот так прикладываем карту и проходим. Как московское метро. Как мы были в Москве и ездили вот так на эскалаторе. Ну, ходи дорогой. Вот. Чик-чик. Селфи. Как мы были в Москве и ездили так на эскалаторе. Замечательно было. Не верится, что это Иерусалим. Не верится, что Иерусалим. И что забавно, наша маленькая Кася трехлетняя так и говорит. Москва. Мама, мы поедем опять, где Москва? Вот это она называет Москва. Потому что это на метро похоже. Двери открываются автоматически, и нас ждет еще эскалатор. И еще эскалатор. Это связано с тем, что поезд суперскоростной. Он идет по туннелю, а туннель проходит довольно на большой глубине под Иерусалимскими горами. Вот с этим связано так много спусков, действительно, как в некоторых станциях московского метро. По стенам помещены фотографии иерусалимцев разных лет, разных времен. Не рекламы. То, что мне очень-очень нравится. Ну вот, мы преодолели последний эскалатор. Их всего три вот таких. И теперь уже выходим непосредственно на платформу. Видите, повсюду эти фотографии вместо рекламы. Это, конечно, очень красиво. Действительно, хорошая идея. Вот ничего не скажешь. Правда? Да, очень красиво. Это действительно красиво и здорово. И двери, главное, сами открываются. И двери сами открываются. Это нам очень нравится. Это так удобно. Опа! Каждый немножко волшебник. Ну, вот и наш поезд. Как видите, двухэтажный. Мы пришли немного заранее. Специально, чтобы занять хорошие места, мы пойдем на второй этаж. Оттуда будет гораздо красивее снимать. Вот такой поезд. Европейский. Уютный, чистый. У нас не так давно поменяли все составы. Давай, давай, сядем. Кен-кен. Вот такие совершенно самолетные сидения. Небольшие столики у окна. Как купе такие. В поезде также есть туалет. Шалам, шалам. И мы будем сейчас ехать и из окошка вам все показывать. Будут очень красивые виды. Так что будете наслаждаться дорогой. Здравствуйте. Ну, что сказать вам. Быть местным жителем, это означает, что даже когда ты находишься в туннеле, ты знаешь конкретно, точно, где ты находишься. Мы находимся сейчас под улицей Яфа. Это древняя Яфская дорога. Недалеко от здания, которое называется Биня-Неха-Ума. И бывший отель Хилтон. Один из первых, на самом деле, высотных зданий в Иерусалиме. Скоро над нами, в окрестности вот этой станции, будет очень много небоскребов. Таких же, как в Тель-Авиве. Как я к этому отношусь? Ну, я, с одной стороны, смиряюсь перед тем, что происходит, то, что люди называют прогрессом. Я понимаю, что я не в силу все это остановить. Но я уверен, что какие-то последствия обязательно будут из-за того, что это делают. Например, где мы находимся даже сейчас? Здесь. Историческое место. Рядом с нами в Биня-Неха-Ума. Это прямо над нами. Находились удивительные развалины, которые относились к древнему римскому периоду, то есть целое поселение. Дорога отсюда до Тель-Авива останавливается между древнейшими римскими колониями, библейские какие-то деревушек, святых источников. Вот здесь вот прямо вот вокруг нас благодатные святые источники, где раньше люди черпали воды для исцеления. Тут рядом с нами деревня Лифта, тоже, где всегда до революции паломники русские останавливались. Моца, где нашли археологи до надавного времени, то есть несколько лет назад, удивительные, удивительные святилища, удивительные храмы времен даже царя Соломона, то, что доказывает, что и во времена даже Соломона, израильских царей, были и недалеко отсюда, в Иудейских горах, другие альтернативные храмы. Сейчас все эти развалины находятся под цементом. Что еще? Абу Гош, где был храм, где есть храм воскресения, католический храм воскресения, который построили крестоносцы, Акуа Белла. Точки, которые всегда путешественники, пока совершали восхождение из набережной в Иерусалим, они там останавливались. А вот новые путешественники 21 века, которые наступают как раз сейчас, 21 век, я понимаю, сейчас началось не в нулевые годы, не в 2000 год, когда все переживали, а как раз настоящий 21 век начинается сейчас, когда люди смогут прилететь в Тель-Авив и из Тель-Авива сразу добираться сюда, при этом они ничего не увидят, кроме этих туннелей, где мы находимся сейчас. Вот так мы теперь совершаем и спуск из Иерусалима, и подъем в Иерусалим в полной темноте. В туннеле ничего не видно, в туннеле поезд развивает бешеную скорость, закладывает уши, как в самолете. Выезжая из туннеля, он чуть-чуть сбавляет скорость, можно полюбоваться на 3 секунды какими-то видами, и опять туннель. То есть сам по себе спуск и подъем больше не ощущается. А что интересно, на иврите, вот репатрианты, иммигранты, называется репатрианты, а на иврите мы называем Олим, то есть те, кто совершили восхождение в страну исхода. То есть тут тоже подразумевается Иерусалим, как главный город Израиля, всегда с религиозной точки зрения, с любой другой. И теперь даже слово Олим, с появлением нашего скоростного поезда, несколько потеряло свою силу, этимологическую, потому что теперь нет больше восхождения. Есть туннель, который за 20 минут доводит тебя до места, и никакого восхождения, собственно, и нет. Ну и спуска нет. Вот мы так летим в Тель-Авив. Трудно мне это представить. Человек приземляется, выходит из паспортного контроля, садится на этот трамвай, и вот время от времени, от одного туннеля в другой, он вдруг увидит вот наши горы. Он вдруг увидит моца, лифта, рамот, абугош, бетчемеш, долину саронскую. А кроме этого ничего особенного, потому что это скоростной поезд. Я не хочу ворчать, как какой-то дедушка, я хочу наоборот просто понять, что эти изменения означают для путешественников, для паломников. Как вы видите, небо чистое, никаких самолетов и в помине нет. Аэропорт закрыт, только местные граждане Израиля могут в крайнем случае при разрешении особого от Министерства здравоохранения вернуться в страну или вылететь куда-то по самой такой вот семейной какой-то экстренной необходимости. А так страна у нас закрыта, рейсов нет. Ну вот, поезд подъезжает к станции аэропорт и на тихом ходу проезжает, проходит ее мимо. Вот терминал аэропорта, вот где обычно стоят люди с чемоданами, прилетевшие из других стран. Возможно, и вы когда-то, если прилетали в Израиль сами, из аэропорта добирались поездом до Иерусалима или, может быть, до Хаев или на Арии, теперь же, видите, здесь нет остановки. Ну вот, мы с вами спустились с Иерусалимских гор, находимся в Айлонской долине, та самая Айлонская долина, где Иисус на Вин молился и остановил Луну. И вот, в принципе, уже через какие-то 5-7 минут будем в Тель-Авиве. Нереально быстро. То есть, я, в принципе, обычно езжу с паломниками, автобусом, эту дорогу мы проделываем с водителем, это получается где-то час, и видим все красоты, и бесперерывно я что-то рассказываю интересное, а на поезде действительно это время пролетает как 2 секунды, и ощущения дороги действительно нет. Это грустный момент, но, конечно, это огромное удобство, я, как всегда, позитивную сторону озвучиваю, да, огромное удобство для тех, кто учится или работает в Тель-Авиве, потому что дорога теперь занимает вместо часа 21 минуту на поезде, а расстояние между Иерусалимом и Тель-Авивом примерно 60 километров. Только что вышли из поезда, как раз в станции, которая называется Тель-Авив-Савидор-Мерказ. Я стою над мостом, мост как раз над шоссе Айалон. Шоссе Айалон один из главных дорог в современном Израиле, довольно шумно, видите, люди едут на работу, и как раз железная дорога также продолжает свой путь с юга на север или с севера на юг, и дорога эта идет вдоль библейского потока Айалон. Кстати, когда бывают сильные дожди, иногда бывает здесь целое наводнение. Так что эта дорога также древняя римская дорога называлась тогда Уиамарис, морская дорога, морской путь. Так что, несмотря на все современности, могу сказать, что это древнейшая дорога, которая соединяет, послушайте, Сирию, вот там Сирия, и Египет. И эта дорога существовала даже в незапамятных времен. Пусть я пойдем к автобусу. Когда выходишь из станции в Тель-Авиве, сразу поражают вот эти небоскребы. Все, мы не в Иерусалиме, мы в Тель-Авиве. Чем-то даже похоже на Нью-Йорк или какие-то другие современные города. Тель-Авив, нужно сказать вам, состоит из множества маленьких городов. То есть сам по себе город Тель-Авив не такой уж большой, но есть понятие Гушдан. То есть Тель-Авив со всеми окружающими его городками, или, как еще у нас говорят, Большой Тель-Авив. Это и Яфо, и Батьям, и многие другие города, которые окружают Тель-Авив. Тот же Ришин-Лицион и так далее. И вот это визитная карточка Тель-Авива, небоскребы. Это и отели, и офисные здания, здесь и банки, и адвокатские конторы, биржа бриллиантовая знаменитая и так далее. Ну, а мы бежим сейчас к автобусу, вот в ту сторону, и поедем к морю, и увидим, что же там такое у нас приключилось. Мы стоим на улице Орлозаров. Это прямая дорога к морю. Берем автобус 161 или номер 61. Оба автобуса идут до самого моря. Вынуждены признаться, что иерусалимцы в большинстве своем не любят Тель-Авив. Действительно, Тель-Авив и Иерусалим это две полных противоположности. Иерусалим находится в горах, Тель-Авив на равнине. В Иерусалиме прохладнее, в Тель-Авиве жарче. В Иерусалиме нет моря, в Тель-Авиве есть море. Архитектурно Тель-Авив это все-таки город новый. Он был построен в 1909 году как поселение, еврейское поселение, еврейский район, можно сказать, древнего города Яфа, который теперь является пригородом Тель-Авива. И постепенно вырос огромный город, но архитектурно, скажем так, здесь нет никакого ансамбля, никаких законов, правил, каждый строил как мог, как хотел. В этом есть свое очарование, бесспорно. и я нахожу свою прелесть в Тель-Авиве, несмотря ни на что. Здесь есть очень модные улицы дизингов со знаменитыми магазинами, но, конечно, главное в Тель-Авиве это море. В общем-то, не ради кафе и магазинов приезжают сюда люди, приезжают сюда, конечно же, ради моря, ради пляжей, ради купания, ради вот этой неповторимой приморской атмосферы Тель-Авива. Мы уже у самого моря. Нам осталось два шага буквально до пляжа и мы хотим показать вам вот эту улицу. Улица, которая перед вами известна посольствами, консульствами. Здесь, кстати, находится и британское консульство, на которое мы сейчас и смотрим этот вот домик. Правее находится наше консульство Российской Федерации. Тут же все отели, вот уже они нам видны, вот этот оригинальный дом со странными балконами, вот высотный дом там впереди. Это все отели, которые стоят во второй линии, скажем так, но уже на берегу моря. Вот еще отель перед нами тоже большой. В принципе, вся набережная Тель-Авива это сплошные-сплошные отели. Вот мы сейчас как раз идем с вами через парк, который называется Парк Шпигель. Вот такая просто невероятной красоты, невероятной красоты зона отдыха. Посмотрите, какая растительность, посмотрите, какие уютные сделаны такие уголки для чтения. Вот, видите, библиотечка прямо на улице среди пальм, как ботанический сад какой-то, да, с видом на море. Можно посидеть, почитать. Вот впереди уже море. Пахнет морем, немножко влажно всегда в Тель-Авиве. Здесь другой климат, здесь всегда теплее, чем в Иерусалиме на несколько градусов, так что мне уже в свитере даже жарко, надо скоро снимать будет его. Всегда, когда приезжаешь из Иерусалима в Тель-Авив, раздеваешься, потому что здесь на несколько градусов теплее и гораздо более влажно. И вот она дорожка к морю. Первое, что бросилось нам в глаза, это пустынные пляжи, полное отсутствие людей. В Тель-Авиве всегда на пляже есть люди. Кто-то занимается спортом, кто-то даже купается зимой. Многие тель-авивцы предпочитают даже купаться зимой, когда нет жары. И вот причина в том, что 20 февраля в Израиле произошла страшная экологическая катастрофа, наше море и пляжи загрязнены мазутом. И хотя пока вы не видите никаких шокирующих кадров, и издалека пляжи выглядят очень даже прилично, мы отправляемся сейчас в Герцелию, и там покажем вам все ближе и расскажем все подробнее. Десятки тонн мазута выбросило на Израильский берег 20 февраля. О приближении трагедии говорило огромное дрейфующее мазутное пятно радиусом примерно в 170 километров, которое заметили береговые службы еще 17-18 февраля, но никакие действия предприняты не были. И в результате 40% пляжей Израиля, а возможно и больше, загрязнены мазутом. Уже погибло огромное количество рыб, черепах, на берег был выброшен кит 10-метровый, внутри которого был обнаружен естественно мазут. 190 километров пляжей. Тут же вышли тысячи волонтеров, была мобилизована армия, естественно, люди пытались вот эти огромные куски мазута собирать, многие были госпитализированы после этого, потому что надышались мазутом, не было средств защиты у них необходимых. И с части пляжей уже убрали наиболее крупные куски мазута, как с того пляжа, на котором мы находимся сейчас, это Герцелия, недалеко от Тель-Авива. Однако, проблема заключается не в этом, а в том, что, как вы видите, весь песок загрязнен микрочастицами мазута, кусочками настолько маленькими, что собрать их руками практически невозможно. Засыпать их песком и замуровать в землю опасно, мазут очень токсичен. Кроме того, он уже осел на морское дно в прибрежной зоне и отравлена вода. Вот именно поэтому Министерство здравоохранения запрещает купаться и даже не рекомендует подходить близко к воде, поскольку ощущается запах мазута. Вот даже не нужно особо искать, просто смотришь на песок и кругом вот этот мазут. И это еще пляж, который выглядит прилично. Я ведь хорчаток, на самом деле, это довольно опасно, но вот видно, что это просто не просто грязь. Если это все в воде, если это еще дети купаются этим, вот у меня уже чешутся руки, это ужас. Честно говоря, это ужас. Кто виноват в этой трагедии? Это пока что не афишируется, не объявляется достоверной информацией. Нет, списывали сперва на корабли, но когда произвели инспекцию всех кораблей, стоящих на расстоянии 50 метров от берега, ни один корабль не оказался неисправным или утечка какая-то не происходила, то есть ничего такого не нашли. Есть предположение, что поскольку в Израиле давно уже ищут газ, наткнулись на нефтяную скважину и получилась авария. Кто-то предполагает разные другие версии, вплоть до террористического акта даже, но факт остается фактом. Море испорчено, и, как говорят специалисты, очистить пляжи, да и само море, это проект, который может занять десятилетие. Вот такие страшные слова произносят сейчас ученые, которые в отчаянии пытаются найти какое-то решение. Также вот уже сегодня, когда мы монтировали этот выпуск, вышло распоряжение Минздрава запретить продажу любой морской рыбы на территории Израиля. Местные, разумеется, импортная, дорогая в продаже останется, а вот местная рыба под запретом и, конечно, огромный ущерб потерпят рыбники, все лавки, рыбные магазины, потому что придется им эту рыбу уничтожить, которая у них уже есть. Но вот сегодня мы не добрались до тех мест, это еще севернее, чем где начинается уже серьезное загрязнение, но даже на этом, так мирно выглядящем, правда, совершенно пустом пляже в Херцелии мы нашли множество вот этих вот кусочков мазута. Или все известно до конца. Да, мы с Рафаэлом записались как волонтеры, ждем, когда нам дадут добро подъехать на один из пляжей, где наиболее серьезное загрязнение. Мы обязательно будем чистить пляж, потому что это наша страна, это наше любимое море. Ну, разумеется, если там окажется возможным еще и поснимать, то мы, конечно, это сделаем, но я думаю, что вряд ли нам будет до съемок. Так что мы показали вам кадры из интернета, то, что есть фотографии, да, люди делают, и надеемся, что как-то, может быть, природа сама поможет преодолеть, это может быть сильный шторм какой-то, еще что-то, что унесет этот мазут от наших берегов. Ну, а мы пока прощаемся с вами. Всего вам самого-самого хорошего. До скорой встречи. До свидания. До свидания.